У тебя всегда есть второй вариант. Привет! С тобой метод Вастиковой. Судя по твоим комментариям, ты очень по мне соскучился. Если ты внимательно смотрел мои прошлые выпуски, то, скорее всего, у тебя уже есть красотка, которую ты успел очаровать. А если нет, то смотри плейлист, где ты сможешь очаровать любую девушку. А сейчас перейдем к нашей теме. Итак, вы были с ней на пару свиданий, ты дарил ей уже много цветов, вы были в кинотеатре. Скорее всего, ты ей не безразличен, потому что если бы ты ей не нравился, то она бы уже на первом свидании тебя бы, скорее всего, слила и перестала бы отвечать на твои сообщения. Хер тебе в рыло, сраный урод! Итак, пора переходить к следующему шагу. Но есть загвоздка. Девушка – это не твое мимолетное увлечение, а это девушка, которая тебе реально нравится, которой ты ведешь себя очень нежно и как джентльмен. Не надо трепыхаться, рыбка! А это, мой дорогой Казанова, непростая история, поэтому приготовь ручку и листочек. Мы начинаем. Итак, первое правило, без которого ни одна приличная девушка к тебе не приедет – ей нужно чувствовать себя максимально комфортно. Она должна чувствовать себя расслабленной, и у нее должен быть кредит доверия к тебе для того, чтобы она попала на твою территорию. Девушка должна чувствовать себя такой, какая она есть на самом деле. Второе. С девушкой вы провели уже какое-то количество времени, вы уже сходили с ней в кино, и ты знаешь примерно, о чем с ней можно поговорить. И знаешь что? Девушка совсем не дура. На самом деле, она уже очень хочет, чтобы ты привел ее к себе домой. Она уже обсудила это со своими подружками. Она уже очень этого хочет. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Как заманить девушку к себе домой? Да я и сама не знаю. Женщины любят решительных парней. Эту фразу ты, наверное, слышал миллион раз. Но раз ты смотришь это видео, значит, до тебя не дошло. Девушки любят решительных и чуть наглых парней. Они хотят им подчиняться. И если она заметила в тебе такого самца, она очень хочет, чтобы ты пригласил ее к себе домой. А еще она молится, чтобы у тебя там было не как в интервью с Ивлеевой у Дудя. С девушкой вы, конечно же, общаетесь в мессенджерах. Вы переписываетесь с ней каждый день, желаете друг другу спокойной ночи. И вот в один прекрасный момент ты должен решиться и написать ей фразу, что тебе уже хотелось бы с ней встретиться в более комфортной обстановке. Если ответ положительный, то ты должен приготовить свою сочевальню к приходу девушки. Ты должен убрать все носки, которые разбросаны у тебя по квартире, и что-то купить. Приготовь еду или закажи ее через какое-нибудь приложение. А еще, что очень важно, нужно купить вина. Причем не какой-нибудь по акции, которую ты увидишь в магазине, и не вот пакетики всякие разные, а просто закажи классное вино, которое понравится девушке. А раз ты с ней общаешься уже очень давно, то, скорее всего, ты знаешь, какое оно должно быть. Приготовь фильм, который вы будете смотреть вместе с девушкой. И знай одну вещь. Девушки очень любят Райана Гослинга. Поэтому ты можешь скачать фильм что-нибудь типа дневник памяти или драйв. А если у тебя ничего не получится, у тебя всегда есть второй вариант. Пиши мне в комментариях о своем самом большом провале, и я буду вознаграждать его сердечком. Я очень надеюсь, что это видео было для тебя полезным. И помни, Вастикова с тобой, и ты красавчик. Сделай мне комплимент, поставь палец вверх этому видео, нажми на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые видео, и подпишись на мой канал. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok